Дорогие друзья, всем доброго утра. Надеюсь, сегодня меня лучше видно, чем обычно, потому что я купил новый компьютер, и мне кажется, что новый компьютер нужно показать лучше, по идее, в Телеграме. Поэтому, если вы смотрите в Телеграме, и вам важно качество картинки, то отлично, видите, все в жизни улучшается, и даже качество картинки тоже. А если вам не важно, значит, не важно, тоже нормально. Но я вам скажу так, что даже если не важно, лучше порадоваться хорошему. То есть, не важно, надо использовать, когда что-то идет не так, как вы хотите, тогда можно сказать, да, это не важно. Типа, ну, не сложилось. Я хотел так, а Всевышний по-другому не сложилось, да. Хотя надо подумать, почему Всевышний не реализовал мой запрос. Так можно тоже подумать. Если все идет так, как вы хотите, то надо радоваться, надо очень сильно радоваться, благодарить Всевышнего, потому что, если Он вам дает то, что вы хотите, значит, слава Богу, слава Богу, спасибо Всевышнему, надо обязательно Его поблагодарить, потому что неблагодарное страшное дело. И поэтому я хочу поблагодарить, на этой неделе у меня же родился внук, кто не знает. Да, и вот как раз начало было недельной главы. Ре, мы сейчас читаем недельную главу. Ре, смотри. Прямо вот она начинается, эта недельная глава со слов «смотри». Я хочу сказать спасибо Всевышнему, что дал нашей семье внука, моему сыну, сына. Да, это, слава Богу, вообще великое счастье. И компьютер тоже я купил. Спасибо Всевышнему за компьютер, да. Недельная глава, которая вот сейчас читает в эту субботу, будет читать в Синагодии, недельную главу. Когда будут ее читать, начинается она словами «смотри», говорит Бог. «Я даю перед вами сегодня браха, уклада, благословения и проклятия». Это браха, благословения и «эт», оно всегда добавляет что-то. Вот это вот «эт», так как на английском «дэ». Значит «эт», причем на иврите, ивриджи, это только математический язык, которым был построен мир. И там есть, в этом «эт» есть тоже такой интересный месседж. «Алев» – это первая буква алфавита, «тав» – это последняя буква алфавита. И получается «эт» – это как бы, ну, такая как стрела такая, «дэ», в английском «дэ». Указательный артикль. Но когда в Тории написано вот это вот «эт» перед каким-то словом, оно как бы к нему добавляет. Так говорит Бог, «рэ» – это смотри, даю я анухи. Анухи – это такое слово, вот есть «я» слово, это «они» на иврите, «они». А анухи – это как бы такое, ну, вот, более такое вот важное «я», да? Вот Свышний, когда он про Всевышнего говорится в «нести заповедях», например, он про себя говорит анухи. То есть это такое прямо «у» выражение, да, мощное. Смотри, я даю перед вами сегодня браха, благословения, уклада и проклятия. Это браха, значит, благословения. Если вы послушаетесь заповеди Бога Всесильного вашего. Ашера Нахимица Вейтхэм Айом, который я вам заповедую сегодня. Значит, тут интересная вещь, что есть разные такие люди, которые начинают философствовать. Но Бог, он же когда-то дал эти заповеди в пустыне. Вот было жарко, тогда он сказал, холодильника у вас нету, не кушайте свинину. А сейчас холодильник есть, так он бы сказал, кушайте свинину. Это вот они так рассуждают, они думают, что Бог – это такой же умный, как они. И они, значит, пытаются Богу вложить вот эту вот логику свою. Теперь, вот здесь Айом – это как бы сегодня, это вот этот момент реальности, который он никогда не меняется. И Всевышний он находится вне времени, вне пространства. Поэтому заповеди, то, что он заповедовал, уже все, это навсегда. Аклала будет проклятие, если лотишмоу эльмитсвота шемелокекэм. Если вы не будете слушать заповеди Бога Всесильного вашего. Весартэм Минадэр. И сойдетесь с пути. Ашарану химитсвэс камайо. Который я заповедую вам сегодня. Ла лехет ахарэй эллоим ахарим. Идти за другими силами, богами. Эллоим – это силы, которых лоя даты, которых вы не знали. И тогда и будет, когда Бог приведет вас на землю. То есть, слава Богу, что, и это я к чему говорю, что именно в этом недельном углу родился внук. Что два раза в день, с тех пор, как я стал религиозным, я говорю, «ушмай эсраэль». И там говорится, «вышенатэм левадэха, улебней бадэха» на земле. И будете вы обучать слава Торы сыновьям вашим и сыновьям сыновей ваших на земле, которую Бог клятвенно обещал праотцам вашим. И настолько это вот удивительные слова, что когда-то Бог Аврааму четыре тысячи лет назад пообещал, что я тебе и твоему потомству дам вот эту землю. И Ицхак он пообещал, и Яков он пообещал. И четыре тысячи лет без остановки потомки Авраама, Ицхака и Якова изучают вот эти вот слова. Изучают, запоминают, повторяют в каждом поколении. Будете соблюдать заповеди – будет все хорошо. Не будете – все будет плохо. И когда кто-то спрашивает, там, самый распространенный вопрос, а где Бог был во время катастрофы? Почитайте книгу «Дворим», это вот последняя неделя жизни Машер-Абейну Моисея, где он – это такой договор между Богом и еврейским народом на все поколения. И росы сеяла среди народов всех, потом соберу в конце времен в земле Израиля. Почитайте, и тогда вообще нет вопроса, не останется про Бога. Потому что обычно, когда человек задает вопросы про Бога, он задает вопросы не про Бога, Бога, Творца Мироздания, который Бог, а он задает вопросы про что-то свое, какое-то вот он выдумал себе какого-то своего Бога, да? И он задает на своего же Бога, задает свои же вопросы. Как известная была история, когда один комсомолец пришел к раввину и говорит, прямо после революции, там, 20-е годы, говорит, мы должны устроить диспут, я вам докажу, что Бога нет. И как раз это время описали в 12 стульях «Золотых теленок», там тоже приходил Остап Бендер, приходил к, он, правда, в костел приходил к этим, к Сензам. И доводы Остапа были неубедительны, но веселые. Значит, он обвинил этих Сензов в том, что они сожгли галерея, и, значит, забрал машину тогда у них, анкелопу свою. Комсомолец этот пришел к раввину и говорит, давайте дискутировать, я вам докажу, что Бога нет. Раввин говорит, я не буду дискутировать, но собрались люди. А царь Соломон, которого раввина очень уважает, и мы с вами тоже, мы все его очень идти, он говорил так, не отвечай дураку-грешнику по его дурости, станешь такой же, как он. А сразу же за этим он пишет, царь Соломон, другой завершенный отрывок. И царь Соломон дальше пишет, ответь грешнику по грешности его, по дурости его. Я не помню там продолжение, но чтобы не думал он, что типа он тебя победил, что-то такое. В чем разница? Тут написано не отвечай, тут написано отвечай. Как раз царь Соломон имел в виду такое, что если ты с ним один на один, то не отвечай. То есть он, ну, чем ему отвечать, он пришел тебе доказать, что Бога нет. Он не пришел подумать, поискать, послушать, посмотреть, поисследовать, посомневаться. Он пришел доказать, ты с ним ничего, ну, как бы, что-то ты с ним разговариваешь, да. Теперь, но во втором отрывке он говорит, ответь ему, потому что вокруг стоят люди, которые слушают. Если ты не ответишь в этом случае, то тогда, тогда, значит, что, тогда они подумают, что тебе нечего ответить. И этот раввин, когда собрались люди, он говорит, ладно, хорошо, подискутируем, давайте подискутируем. Только говорит, давайте до этого, до начала диспута, определимся, кого вы называете Богом, которого вы будете доказывать, что Бога нет. Этот комсомолец говорит, ну как, говорит, Бог это, все знают, что такое Бог. Ну, раввин говорит, ну, давайте скажите, как вы себе это слово описываете? Кто такой Бог, да, которого вы будете доказывать, что его нет. Тот говорит, ну, Бог это такой, с белой бородой сидит на облаке, с такой палкой, с трезубцем и громой молнией метает и все. Раввин говорит, о, говорит, нам не надо дискутировать, говорит, в такого Бога, говорит, я тоже не верю. Вот в вашего Бога, кого вы называете Богом, я тоже не верю. Поэтому, когда Всевышний говорит о том, что если вы свернетесь с пути, будете служить другим Богам и поклоняться им, имеется в виду вот такие боди, которые сидят на облаке там или на дереве, или мы были на Крите, у них есть пещера, пещера, в которой родился Зевс под землей тоже, да, он родился якобы в этой пещере, и значит, чтобы его кто-то не съел, кто-то его съел, кто-то не съел. То есть, вот эти вот все боди, которые съедают своих детей, потом они их изрыдевают, потом они почему-то рождаются в пещерах. Вот с этим Богом, вот Бог и сказал, говорит, не свернитесь с пути, не начните поклоняться этой дурости, которую вы лоя дотем, которую вы не знали. А почему он так говорит? Знать по-настоящему Всевышнего могли только пророки и те, которые с ним взаимодействовали, когда он проявил себя при исходе Зедикта. Когда все проходили сквозь море, то весь Евреевский народ поднялся на ступень пророчества, и было вот это вот соединение на уровне восприятия, да, с Творцом Мироздания. Потом, когда было дарование Торы, тоже было соединение на уровне именно познания, да, то есть, вот человек говорит, я знаю, что вот у меня есть рука, вот он ее видит, да, это вот он ее знает, чувствует. То есть, у него есть, это не просто теория, что у него есть рука, да, а у него есть прям реально, он ее познал, свою руку, да, то есть, он ее прямо обвидит, и это его рука. Вот у них было такое же восприятие Бога. Они из-за этого восприятия, даже не совсем Бога, потому что самого Творца даже Машерабена не мог его воспринять. То есть, не может человек постигнуть Бога и остаться в живых, потому что его человеческая природа сгорит. Тот механизм, который мы воспринимаем в реальность, пять органов чувств и мышления, он имеет пропускную способность. Творец Мироздания, это он мир сотворил, как мы можем его воспринять? Но мы можем воспринять какой-то его такой сжатый-жатый-жатый формат, которым он в этом мире, когда проявляется, то этот мир, он практически там взрывается, да, то есть, не может мир воспринять Творца. Он себя как бы очень сильно сжал, чтобы в этом мире вот эта проекция, которая есть, весь этот мир, это тоже, можно сказать, его проекция. Ну, чтобы мы могли в нем существовать. И то, мы так сидим, разговариваем, а внутри в это время, знаете, с какой скоростью атомы летают? Атомы внутри, не атомы, атомное есть, атомное ядро, а вокруг него летают там частички, и все пустое. Потому что между ядром и частичками расстояние, там где они летают, пустота. Но нам-то кажется, что все твердо, а по факту 99% материи это чистая пустота, ничего там нет. В общем, давайте дальше. И мы изучаем, как свою вот эту вот пустоту наполнит святостью. Можно сказать так, что когда человек изучает Тору, соблюдает заповеди, он наполняет свою вот эту вот материальную пустоту, соединяет с духовной святостью. И с помощью вот этого лайнинга, да, очень часто есть такое классное выражение, компьютеры, они работают у кого-то компьютеры, да, я не знаю, как они это делают. Они работают, подключают к электричеству, очень много они потребляют электричества. И вот люди майнят деньги. То есть, раньше только государство могло выпускать деньги, а сейчас любой человек покупает какие-то там видео, ну, в общем, какие-то процессоры он покупает, ставит их, подключает их к электричеству. И оно там что-то жужжит, 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 оп, у него вылазит такой номер длинный, биткоин. Он этот номер длинный, значит, посылает куда-нибудь на биржу Binance, на какой-то холодный кошелек, они называют это, да. И этот номер, пак, превращается там в 60 тысяч долларов. А с 60 тысяч долларов превращается в, в надпись на экране компьютера, что это уже один биткоин, а этот один биткоин, он превращается в квартиру Болгарии, например, да, обрано. Как это может быть? Вот точно так же заповеди, которые делает человек, они превращаются в его духовную, только не квартиру в Болгарии, не биткоин, а в духовную силу, как называется, депозит на небе. Ну, я же сейчас провожу как программу, по счастью, да, 10 шагов к счастью. И там тоже есть обязательно надо делать добрые дела, то есть один из шагов к счастью, это в день делать маленьких 10 бескорестных добрых дел. И люди пишут отзывы, которые, ну, которые, вот, что с ними происходит потом в жизни. Они просто не понимают, почему начинают там везет, здесь везет, тут жизнь меняется, да. 10 добрых дел в день, это как раз майнить, майнить добро на небе, да, для себя, это связь со Всевышним, которое вечное добро. Хорошо, но если человек этого всего не знал, и у него есть ЕЦРРА, и у него этот ЕЦРРА, злое начало его, оно его всю жизнь было в другом направлении. И человек в этот момент решил изменить свою жизнь, он решил стать вместо обжора, алкоголика, развратника и ворюги, он решил стать святым праведником, добрым, хорошим, веселым. Есть это у меня один из клиентов, который лично занимается. Он всю жизнь был очень агрессивный, а сейчас он такой интеллигентный, все. И он говорит, ну вот, ну куда мне эту агрессию свою девать, ну вот куда, ну иногда так хочется кому-то вот, ну, как сказать, вот прямо, или там вреза даже, да. Вот говорит, ну куда мне ее направить, а я сижу, улыбаюсь, там, это, куда мне агрессию направить. То есть он всю жизнь был агрессивным, и он натренировал себя на агрессию, и он ее выражал, а сейчас он решил стать добрым, веселым, расслабленным, счастливым. Куда ему ее выражать, но она есть у него, да. Сейчас мы изучаем глава рассказания, как по Торе нужно, нужно это кецерара побеждать. Значит, есть путь, которым пользовался царь Давид. И суть этого пути в том, что голод лучший способ покорить сглого начала. Голод лучший способ покорить сглого начала. Голодая человек уменьшает наслаждение и удовольствие, получаемое от еды и питья. Если наслаждаешься трапезой, говорит Толну, трактат, детин, останови себя. В этом две положительные стороны. Еда не повредит, второе, так покоряется сглого начала и одерживается победа над вожделением. Это мы уже проходили, тот, кто кушает то, что ему вредно, это ему показывает, что он вообще не управляет собой. И у него вот это вот его животное инстинктивное начало сильнее, чем его разум, сильнее, чем он, нужно сказать, чем его воля. И нужно постепенно начать тренироваться. Дальше он пишет здесь о том, как работает это злое начало, опять же, это тысяча лет назад. Это святой человек, раввин. И когда человек, например, живет в религиозном мире, вот он родился, допустим, он родился, с детства он был святой, все, но что? У него же такое же злое начало. То есть по структуре внутри у него точно такой же этот рептильный мозг, инстинктивный мозг. Ему точно так же хочется все съесть, что есть, и размножиться со всем, что двигается. Еще больше ему хочется, да? Так что делать? Он говорит, смотри, злое начало у него действует... Он сейчас пишет про таких людей, которые уже родились в святости, и их злое начало может привести в самую такую яму-яму. Он говорит, схема вот этого вот злого начала такая. Сначала он завлекает на дозволенное и насыщает вожделение. То есть ты хочешь кушать? Кушай, кушай, сыночек. Еще скушай. К бабушке приехал, еще кушай, значит. Давай, ты должен быть толстеньким. Это есть такой анекдот, что родители поставили бабушку в тупик, когда привезли сына в деревню на каникулы уже с лишним весом. Она не знала, что делать. То есть у него была одна схема, что его надо кормить, а он уже перепормленный. И вот, значит, вначале он насыщает вожделение, а потом, приучив человека насыщать вожделение, то есть все, что он хочет, он получает. Это вот воспитание детей, это страшная ошибка давать все, что он хочет. То есть он привыкает получать легко все, что он хочет, а потом, если у него есть какая-то сложность, он бесится, и он не умеет ее преодолевать. То есть нужно все время постараться, поработать, понапрягаться, да? Теперь, но если человек приучился насыщать вожделение, привив в душе желание постоянно вожделить насыщение, и он привык не просто быстро его насыщать, а он еще привык много хотеть, он больше-хольше. Он уже жирный, он уже все, он уже вообще не может. И дальше, после того, как он на разрешенном это все натренировался, ну родители говорят, а что плохого, ну пусть спит, что плохого, пусть ест. Он же все кошерное ест, и спит вроде, ну проспал здесь, проспал там. Все, он уже инвалид такой ребенок. Почему? Потому что он дальше, потом есть какой-то запрет, а он не может себя сдерживать, не может он. Ему просто, ну не научился. И он идет, вначале нарушает легкий запрет, потом более серьезный запрет, потом серьезный, и потом все, значит он все нарушил. Поэтому, говорит автор книги, оберегайся в дозволенном, сделай ограду, чтобы уменьшить вожделение в дозволенном. Тогда, если вдруг захочется тебе насытиться запрещенным, ты сможешь сказать себе, да я даже разрешенное себе запретил и ем его в меру, там, или использую его в меру, да. Так что, нарушим теперь, да, тем более не позволю себе запрещенное. Хорошо, это, смотрите, как работает. В комоде написано, что изнеженный, вся его жизнь страдания. Изнеженный и эпидант. Что значит изнеженный, вся его жизнь страдания? Вот человек, он изнеженный, он привык, например, вот он не может без горячей воды. Вот знаете, есть такие люди, ну я не могу без горячей воды. А нету горячей воды, например, да, в субботу. А человек так уже привык себе повторять вот это, я не могу без горячей воды. И он может реально не может, он же привык так. Потом думает, да ладно, я уже там зажгу, ничего страшного не будет, да. Оп, он уже нарушил шаббат. То есть изнеженный человек, его жизнь есть такая мишна в трактате Брахот. Там был такой велитий раввин, по-моему, Рабан Гамлель это был, да. У него умерла жена, и приходят к нему ученики. А после смерти жены есть закон Аллаха. Человек, который в трауре, он там не моется неделю, не пользуется горячей водой, не бреется месяц, да, не стрижется. То есть он страдает, он страдает, и он не делает никакие удовольствия. То есть он как бы, чтобы отстрадать полностью, он уже прям по полной страдает. И нельзя там в первую ночь, например, мыться горячей водой, по-моему, только в первую ночь. А он моется, и ученики к нему приходят, говорят, Рабан, ты же наш учил, что нельзя. Он говорит, нельзя для удовольствия, а я не для удовольствия, я изнеженный. У меня, если я не помоюсь, это страдание для меня. То есть уже получается изнеженный, он уже не получает удовольствия, он уже адаптировался. Для него горячая вода – это норма. Нет горячей воды, он страдает. А есть горячая вода, он не радуется, он уже к ней, ну чего это, я без этого жить не могу. Для человека, который не изнеженный, для него помыться в горячей воде – это удовольствие. Он прям кайфует. Раз в неделю там в горячей, всю неделю моется холодной. Он моется, обливается, каждый раз закаляется, да, это называется закалится. Он такой прям весь огурчик, да, такой с пупырышками. Потом он перед субботой пошел в баню, помылся, он просто в рай попал. Для него удовольствие, для человека не изнеженного, а нереальное удовольствие. А для человека изнеженного он себя уже сам лишает удовольствия. И потом он страдает, как принцесса на горошине, от горошины под 20 матрасами, да. И мало этого, он уже, так как он страдает, он уже ради этих 20 матрасов, эта принцесса, она уже там на все готова ради этих 20 матрасов. Понятно, она уже на ценовке спать не может. Не выгодно человеку быть изнеженным. Дальше он пишет такую вещь. Но не пастись чрезмерно. Вот женщина писала, что она прям сидит, у нее будет рот, в рот не лезет, да. Значит, написано, не пастись чрезмерно. То есть, бутерброд нужно по чуть-чуть кушать. Не сразу его откладывайте, чтобы, не дай Бог, не... Не надо сразу как бы резко идти. Не пастись чрезмерно, чтобы сердце твое не ослабело и не спутался мозг. Потеря, потеря в таком случае будет значительной выгодой. Потому что не сможешь изучать закон и молиться. И будешь бездельничать от слабости. И даже занимаясь законом, не сможешь, как следует, углубиться и понять изучаемое. Так как учение можно приобрести лишь с радостью. Говорит Талмуд в трактате Шаббат. Значит, видите, учиться надо с радостью, весело. Поэтому берите обратно бутерброд. Значит, все, не переживайте. Не лишай себя всего полагающегося тебе веселья и наслаждения заповедями. Но глаза твои пусть будут раскрыты против злого начала. Против злого начала. Спасайся полностью, насыщай свое вожделение. То есть, пол бутерброда съели сейчас, пол бутерброда оставьте на потом. То есть, вот этот вот момент нужно себя приучить постепенно. Постепенно, значит, тренировать себя. По чуть-чуть, по чуть-чуть побеждать вот это свое внутреннее животное. И ставить его под контроль своего разума. Тут интересно, тоже нашел штуку. Эта же книга тысячу лет назад написана. Если сердце твое слабеет от небольшого количества еды, то лучше ешь дважды в день понемногу. Не набивая живот за один раз. То есть, они в то время ели один раз в день. То есть, два раза это уже было много. А если не удается есть два раза тебе, то пусть у тебя будет такое снадобье, радующее сердце. Ешь его немного и подкрепи сердце. То есть, было у них какая-то своя, типа, снадобье, да, которое они могли... Как сейчас есть такие таблетки, перед постом их пьют. Сонка называется, лёгкий пост. Там какие-то травочки и так далее. То есть, у них было какое-то снадобье, которое ты поешь немного и подкрепил сердце. То есть, у тебя появляется сила. Что это за снадобье, было бы интересно узнать. Значит, и дальше последнее, вот мы сегодня заканчиваем уже, чуть-чуть нам осталось. Тот, кто постится по потребности своей. То есть, у кого есть потребность спаститься и преодолевать свое животное начало, называется святым. То есть, он отделяется от будничного и в этот момент он приближается, как бы усиливает свою святую духовную природу. Но при условии, что пост не заставляет прерывать занятия учением и заповедями. Но пост не должен ему мешать заниматься заповедями. Потому что сам пост есть заповедь только в Йом-Кипур. Только в Йом-Кипур один раз в году по Торе есть заповедь поститься. Есть пост, который установили мудрецы 9 аула. Ну и другие посты есть, которые установили мудрецы. Но заповедью является поститься только в Йом-Кипур. Но также заповедью является кушать за день до Йом-Типура. То есть, например, кушать хлеб в Шаббат, да, халы, благосостояние на хлеб. Это заповедь. А в Песах хлеб становится запрещенным. То есть, все равно главное в жизненном пути, это не поститься и не свою природу человеческую брать. Потому что Боба, если бы хотел, чтобы мы были ангелами, он бы нас бы сделал такие просто головы бы, сидели голова профессора Дойля, да. То есть, он хотел, чтобы мы были людьми именно вот в этом животном теле, чтобы мы должны были жениться, размножаться, работать, кушать, пить, радоваться. Но вот есть в этой, во всей, как бы компьютерной игре, есть такие вот элементы, которые называются заповедями. И ты, если у тебя есть стремление к Богу, то ты через заповеди, через эти порталы, ты как бы, как я с ним почему-то вспомнилась анекдот, когда сидели в тюрьме разные люди, и один был болен там в Сикелесом, по-моему, да, или чем-то таким. И у него отваривались части тела. И он, значит, выкидывал их в окно, а другие сидят и говорят, смотри, он по частям убегает. Так вот, когда человек заповеди делает заповеди, он по частям, каждая заповедь относится к какому-то органу. И он себе строит на вечную жизнь, он себе строит дом, пристанище, свое тело, в котором он будет жить в вечности. Поэтому главное все равно это изучение Торы, то есть знание, как все работает. И заповеди, потому что без изучения Торы ты не знаешь, какие действия, они действительно порталы, соединяющие духовный и материальный мир. Но пост, он только тебя готовит к тому, чтобы тебе хотелось, чтобы ты правильно расставил систему координат, что в этом мире важно, а что не важно. Кушать приятно, я, кстати, сейчас кушать хочу, я с утра проснулся, ничего не ел, вот до сих пор не грамочке, вообще не грамочке, и как раз вот все пройду. Но я еще подожду часок. Подожду часок, почему? Потому что именно вот этот момент управления, кто управляет, кто хозяин, тело хозяин или ты хозяин тела. Эмоции тобой управляют или ты управляешь эмоциями. То есть вот этот вот момент, он очень важен. И эта война идет, внутренняя такая линия фронта между животным твоим составляющим и святым душой, божественным составляющим, идет постоянно. Все, всем хорошего дня. Шаббат шалом. Шаббат шалом, чтобы было все у всех очень хорошо. Чтобы Всевышний дал благополучие, здоровье и все, что нужно для соблюдения заповедей. Чтобы все было в жизни много ресурсов для соблюдения заповедей. Шаббат шалом. Всего хорошего.